Здравствуйте! Сегодня мы в эфире психология денег, несмотря на заносы в Киеве. И хотя объявили выходной день сегодня власти, я вам должен сказать, что властям на сегодняшний день очень интересно объявлять выходные дни, потому что надо меньше платить бюджетникам. Я уже давно говорил, что у нас фактически припрятанная безработица. 200-300 долларов, которые сегодня получают наши бюджетники, это не зарплата, это в 3-4 раза ниже, чем пособие по безработице в развитых странах. И вот у нас объявили этот самый безработный день, чтобы люди отдохнули немножко, и мы все равно в эфире приехали, добрались сюда. Улицы в центре расчищены более-менее, хотя вот на своем фейсбуке я выставил даже сюжет, что происходит в правительственном квартале, что некоторые улицы не смогли расчистить. Удивительно, что у меня возле дома, если меня сейчас слышат власти или кто-то от власти, просто неудобно. У меня дом возле посольства, возле резиденции посла Англии, а этот дом принадлежит ее величеству королеве, так там вообще никогда не убирают снег. То есть даже ни в прошлом, ни в поздопрошлом, туда просто никогда не присылают технику, это удивительно. Почему посол не жалуется и как он оттуда выезжает, для меня загадка. Может быть он там и ночует, когда в такие дни. Ну а мы сегодня поговорим о событиях, которые происходят в мире. Вот в мире начали происходить очень интересные события, и мне кажется, что это тенденция сжимания какого-то кольца вокруг России, вокруг личности Путина. Но с одной стороны мы видим, что умирают олигархи, умирают они необычным способом. В ванной комнате в Лондоне в особняке нашли тело погибшего или удушенного, или самоудушенного. Пока еще экспертизы нет, но Борис Березовский по версии покончил с собой, или покончили с ним. В конце своей жизни Березовский практически полностью разорился. А раньше его остатки, когда он покинул Россию, сбежал от Путина, оценивались в 1,3 миллиарда долларов. Но последние события показали, что деньги практически у него закончились. И в последнее время он даже одалживал деньги у других людей, чтобы там долететь, куда ему надо, в Израиль слетать. В последнее время он даже продавал со своей виллы картины. И это говорит о том, и я всегда говорил, и в книге об этом написал, что не самые умные люди дорвались до денег. Вот то же самое происходит у нас. К сожалению, перераспределение капиталов в постсоветском пространстве во время этой чудной приватизации произошло так, что люди, которые находились у власти, обычно давали заработать огромные капиталы, давали заработать своим подданным. Но тех, кого они считали очень близкими. Водителям, секретаршам. И эти люди получали в руки огромные состояния. И Березовский где-то там в Москве толокся вокруг, возле богатых людей. На самом деле, раньше он был всего лишь человеком, который торговал запчастями для Жигулей. Но вот снабжение его подняло до высот государственного деятеля. И надо сказать, что вот заканчивают они вот так. В рыночной экономике, когда он даже с такими остатками накупил себе особняков, всего, но в конце остался без денег, потому что, оказывается, не такие они умные были, как нам подавали. И математические способности. В общем, когда богатый человек, вы видите богатого человека, особенно с миллиардами, вам кажется, что он небожитель. Именно так мы относимся часто к людям с большими состояниями. Нам кажется, что они умнее нас. Но на самом деле нет, это люди не умнее нас. Они такие же, как мы, с такими же недостатками, такими же самыми умственными способностями. Но вот возможности у них, безусловно, огромное преимущество по отношению ко всем остальным. И вот мы наблюдаем, что вначале происходит такое событие с Березовским. И параллельно с этим Роман Абрамович, арестован в США, задержан пока, пока не предъявлено обвинение, но задержан по каким-то вопросам. Я вспоминаю, что Лазаренко тоже в свое время был задержан в аэропорту с паспортом Панамы. Вот, кстати, Лазаренко точно так наделял своих вассалов огромными состояниями. Он участвовал в банках, 18% у него было записано на его водителя в одном из крупных банков Украины. И, соответственно, это была коррупционная схема. В свое время на суде даже Щербань, как свидетелю Тимошенко, признался о том, что он в собственном кабинете слепил компанию, которая потом поставляла весь газ в Донецкую область. То же самое произошло и с Тимошенко. Она получила из рук Лазаренко огромные возможности получить вот это самое состояние. Так же самое зарабатывались эти деньги. И, как мы видим, это не очень умные люди, которые получали такие состояния. Тот же самый, мне кажется, если проанализировать все эти события, плюс сюда включить Кипр, мне в какой-то степени кажется, что это большое идет, условно говоря, кольцо, которое должно сжиматься вокруг России, вокруг Путина. И первое, по чем бьют, это, конечно же, по деньгам. Сегодня уже принято решение, после того, как кипрский премьер-министр съездил в Россию, ему не дали помощи в 2 миллиарда долларов, ему дали эту самую помощь в Европе. И все-таки будут стричь купоны кипрские банки. Какие купоны? 30% от склада будут забирать, так сказать, в пользу бедных. Тех, у кого до 100 тысяч евро на счету, тех трогать не будут, депозиты их не будут трогать. А вот тех, у кого больше, а я должен сказать, что это большой удар по инвестициям. Инвестициям в нашу страну и в Россию. Почему? Потому что именно наши и россияне держат деньги в основном в кипрских банках. Мы должны понять, что фактически наши страны дополнительно ограблены уже Европейским Союзом. Наверное, пришло время собирать, так сказать, пасту. Кроме того, мы знаем, что Роман Абрамович в последнее время покупал, если уже отойти от Кипра, покупал в основном недвижимость в Лондоне. И там яхту себе строил на лондонских веках. В общем-то, футбольный клуб приобрел. В общем, сильно сорил деньгами в Англии. Можно заподозревать, что в какой-то степени Абрамович имеет не свои деньги. Потому что мало кому дают такие преференции власти. Еще и делают сенатором Чукотки, правда, главным Чукчей России сделали. И вот, судя по всему, это в какой-то степени деньги Путина, которые перераспределены вот так, как у Лазаренко. Это были записаны на помощников, на знакомых, на водителя, который стал мультимиллионером в стране и дважды народным депутатом. Этот водитель, что, он теперь не отдаст, конечно же, никогда денег. И я думаю, что большие потери сейчас будут у Путина. Вначале в кипрских банках это все началось, что 30%. Там, наверное, деньги олигархов Путина есть и Газпрома. Дальше удар наносится по Абрамовичу. А дальше следующее. 2015-2016 год. Поставки сланцевого газа на территорию Европы и Украины. Кроме того, Грузия построила у себя терминалы, которые будут принимать и сланцевый газ, и нефть. Ну и связываем дальше эти события с тем, что происходит в арабских странах. Последний режим Асада. Правда, сегодня слухи появились о том, что Асад убит. Но я думаю, что рано или поздно, конечно, они его домучают. И Асада не будет. И весь арабский мир переходит в некий такой переходной демократический режим. В общем-то, они избавляются от диктаторов. Эти диктаторы больше не будут диктовать цену на нефть. И, предположительно, к 2016 году американцы становятся основными поставщиками нефти на европейском, на мировом пространстве. Фактически, они становятся главными поставщиками. И ценой будут убивать, в том числе, и путинский режим. То есть, мы видим, как это все происходит на нашлах. Но нас должно интересовать, прежде всего, место Украины. Потому что, что делать Украине в этих глобальных процессах, когда наших олигархов точно так почистят, как и российских там на Кипре. И сами олигархи должны задуматься, что, может быть, все-таки Украину превращать в страну с идеальной системой налогообложения. 5-10. 5% с продаж и 10% социального налога. Нужно уже думать немножко эгоистически, в том числе о своей стране. Я напомню, что Кипр для нас не должен быть для Украины пример. Я все время в Фейсбуке это комментирую. Потому что говорят, что, смотрите, у Кипра проблемы с экономикой, но у них нет налогов. В Кипре офшор. Офшор распространяется только на нерезидентах. То есть только иностранные компании имели нулевые сборы по налогам, а все остальные платили налоги, как и все европейцы. И даже налог на добавленную стоимость, которым ненавидим мы, киприоты, тоже платим. То есть внутри получается так. Иностранцев освободили, а своих собственных киприотов душат налогами. Так вот 5-10 это система, когда для всех одинаковая. Для иностранцев, для наших, для любых. И тогда у нас становится идеальная система в мире. И, возможно, сюда хлынут капиталы. Потому что я вот много рассказывал о Китае. Китай, который фактически забрасывает мир на 90%. Он уже выпускает основной продукции мира. И, соответственно, мы должны понимать, что цифры, которые дает сегодня Китай... Я вот даже говорил и ошибся немножко. Я все время говорил, что сайт там зарегистрирован, в котором 60 миллионов... Ой, 60 тысяч фабрик зарегистрированы, которые выпускают всевозможные продукции. На самом деле не 60 тысяч, а 17 миллионов фабрик, на которых выпускается продукция. Просто вдумайтесь, с чем мы собираемся соревноваться. Кроме того, Китай это себестоимость 1 к 10. То, что там стоит 1 доллар, когда вывозят из Китая, продают по 10 долларов. Понимаете, что такая себестоимость 1 доллар, это практически недостижимо для нас. И поэтому нам надо искать свое место в мире, становиться выгодной страной, торговой площадкой. И мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, который характеризует Китай, что там происходит. И я дальше прокомментирую. У нас, надеюсь, готов этот небольшой сюжет. Сейчас его покажут прямо. Этот фильм, кстати, я поставлю на свой... На перекрестке в Датанге, рабочем поселке с населением 300 тысяч человек, какое-то сборище. Наверное, это безработные ищут работу. Но нет, удивительно, но эти люди не безработные, а фабриканты, ищущие рабочую силу. Да, вот почему я показал именно этот сюжет. У нас на вокзале и на рынке юность, возможно, еще в каких-то местах, но там, где я видел, вот в Киеве на вокзале, у нас люди стоят вот так вот с табличками, там, бетонщик, малер, плотник написано. Они там стоят с такими угрюмыми лицами, а здесь вы видите, что это не безработные стоят. Это стоят руководители фабрик. Фабрика, вот смотрите, поселок в 300 тысяч человек. Фабрика включается только тогда, когда есть оптовый заказ. После этого набираются люди, и она что-то там отшивает, что-то там делает довольно-таки оперативно, быстро. И на этом стоит Китай. В Китае практически не работает законодательство трудовое. То есть там, оно-то сложное написано, можно там вспомнить, но оно не распространяется на людей, поэтому платят малую зарплату, не очень соблюдают нормы, и на этом очень сильно экономят, и, соответственно, себестоимость продукции очень низкая. Кроме того, Китай практически работает, вот эти все фабрики работают практически без налогов. Опять же, само налоговое законодательство есть, там где-то порядка 17 налогов, но оно не работает, в плане его просто не применяют, потому что они дают распухнуть, так сказать, своей золотой китайской курице, которая должна сносить золотые яйца. Вот это происходит в мире. И вы видите, вот смотрите, глобальные процессы, которые происходят параллельно. С одной стороны, душат даже такого гиганта, как Россию. Почему? У России попросту нет денег. Газовых денег не хватает для того, чтобы противостоять этим глобальным изменениям. В последнее время Путин все время поддерживал диктаторские режимы, но, как видите, у него ничего не получалось, он все время терял, так сказать, союзников. И почему-то в союзниках у него все время оказывались какие-нибудь диктаторы или люди, которые кровожадные в своих странах. Вот странный выбор человека вроде бы цивилизованного, вроде бы с Петербурга, который должен там демократически как-то быть ближе к людям. Ну вот во что превращают газовые деньги любого человека и желание быть бесконечно богатым. Я еще раз говорю, что в книге я написал, что не самые умные добились капиталов, а самые скорее преданные, самые молчащие и самые безобидные. Потому что я когда вспоминаю Павла Ивановича, как он раздавал свое имущество, то есть регистрировал на них, потому что он как премьер-министр не имел права, он тогда боялся иметь имущество. И, соответственно, он назначал тех, кому сильно доверял. Водитель, помощник, близкий человек по жизни, так сказать, по бизнесу. И эти люди, конечно же, после его отправки. Вот сейчас, возможно, начнется то же самое с людьми Путина, на которых он оформил, судя по всему, все свои капиталы. То есть мы не можем видеть, не можем это доказать, но странные преференции получают огромное количество людей, которые ездят по всему миру и безнаказанно скупают недвижимость. Фактически им дан карт-бланш грабить свои собственные страны. Ну а мы примем звонки, пока поговорим о том, что происходит со звонков. Алло, да. Алло, здравствуйте. Слышите меня? Меня зовут Александр. Я хотел бы вам задать вопрос. Меня интересны, конечно, ваши минимальные налоги, которые вы предлагаете в нашей стране вести. Но рассматривали ли вы ситуацию так, что, возможно, при том, что вы хотите полностью открыть мировой поток бизнеса в нашу страну, не уничтожит ли этот бизнес вообще наших государств в целом? Не завалят ли нашу страну импортной продукцией и не добьют ли наше окончательное производство, которое и так не конкурентоспособно? Потому что вот взять страны Африки, там есть страны, в которых действительно можно вести бизнес и в которых незначительные налоги, но туда деньги никто не вкладывает. Это третьесортные страны, и никто с ними работать не хочет. И почему вы так в этом уверены в том, что действительно это сработает? Почему вообще не раскупят это государство и не останется только корпорацией, которые, скажем так, возьмут полную монополию, а основной бизнес просто вытеснят и не завалят европейскими и китайскими товарами? Спасибо. Ну, во-первых, мы и так завалены китайскими товарами, других нет. Я не встречаю украинскую продукцию. Я пытаюсь найти политиков, которые одевают украинские вещи. Обычно у них только вышиванка украинская. Все остальное, костюм, туфли, ручка, машина, все оказывается импортным. Они все защищают отечественного товаропроизводителя. А я задаю вопрос, а где вы видели отечественного товаропроизводителя? Например, возьмем пиво. Это отечественное товаропроизводительное оболоть. Если оно изготовлено на импортном оборудовании, на импортных ингредиентах, фактически на импортных специалистах. То есть мы видим, что там очень мало нашего. То есть только ручки и все. А все остальное это чужое. Мы давно уже ничего не производим. Но я все время почему Китай показывает. Что у нас и нет шанса выиграть эту гонку вооружений в производстве. Поэтому Украина должна искать свое место. Что такое безналоговая страна, 46 миллионная, лежащая между Европой и Россией? Вот давайте представим, вот сейчас ввели пошлину на автомобили, 10%. Я думаю, что рынок автомобилей немножко будет подогрет, но от этого государство больше не получит. Больше на этом заработает, например, такой магнат, как Васадзе, который будет сюда завозить разобранную машину, а здесь продавать, и будет продавать ее на 10% дешевле. То есть окажется в неконкурентной среде. Если наша страна создана для того, чтобы Васадзе зарабатывал деньги, то, наверное, это правильно. Но я не считаю, что я должен работать и платить деньги Васадзе, чтобы он зарабатывал эти деньги на своем отсталом заводе, который он называет Запорожский автомобильный завод. Суть происходит в следующем. Если открыть границу для автомобилей, вообще снять все ограничения, первое, что получит потребитель, огромное предложение разнообразных машин. Ему не надо будет покупать автозазы. Ему не надо покупать будут дешевые российские машины. Безопасность на дороге увеличится, экологическая обстановка улучшится. Но что самое еще интересное? При 5% налоги на ввоз автомобиля будет всего 5% за ввоз. То есть люди смогут ввозить автомобили и платить государству 5% от стоимости автомобиля. Но почему сюда хлынут, например, германские держатели автосалонов? Потому что при вывозе своих автомобилей за рубеж, допустим, оптом, они сразу уплатят нам 5%, а себе из своего бюджета получат где-то 17 или 13%. Я сейчас не знаю, какой у них, Мервиштое у них называется, НДС. Вот этот НДС, Мервиштое, они получат себе. И это прямая выгода для них. Почему я и рассматриваю, что Украина может превратиться в великолепное хранилище для товаров? Потому что мы больше на сегодняшний день ничего и не можем. Через время 5% налог заманит сюда и производство. Сегодня в Италии, во Франции закрывается производство по одной причине. Безумные дурные налоги. Соответственно, куда они поедут? Конечно, им ближе ехать в Украину, вывозить свои фабрики. Более того, у нас неплохая инфраструктура в плане, у нас куда-то электричество подведено, куда-то трубы подведены, у нас стоят развалившиеся заводы. На базе этих заводов можно организовать производство европейского класса. И потом уже у европейцев учиться. Да, покажется, что мы не защищены, но у нас же есть законодательство, которое мы можем пользоваться. И если 90% работающих на предприятии по нашему закону будут рабочими только гражданами Украины с минимальной, например, зарплатой 5 долларов в час, нам этих денег хватит и мы будем полностью защищены. Потому что сегодня надо отойти от защиты отечественного товаропроизводителя, от защиты производственника, от этого безумного создания рабочих мест. А надо перейти к защите потребителя, чтобы он получал дешевле, лучше, больше и больше потреблял. И тогда мы сможем действительно стать, очень быстро обучиться и выпускать какие-то новые продукты. Потому что если мы будем копировать Китай, мы обречены, мы как китайцы никогда не станем, что мы не можем так дешево работать и дешево продаваться. У нас за 300 долларов никто работать не будет. У нас сейчас бюджетники только за 300 долларов работают. Ну так они не работают. Ну пришел в контору, сел, ничего не делает, ждет, когда ему в клюве принесут какую-то справку подписать. 15-20 гривен. Вот его работа. Но мы примем еще звонок. Да. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Огромная вам благодарность за все. У меня вопрос. Что вы думаете о заработке на фондовом рынке? Благодарю за ответ. Надо фондовый рынок иметь. Его практически нет в фондовом рынке. У нас не защищен миноритарий. То есть люди с минимальным пакетом акций меньше 25% считаются чьим-то доходом. Во всяком случае, так богатые люди. Думаю, честно говоря, я занимаюсь немножко, занимался раньше и рейдерсом тоже, ну перераспределением собственности это было. И, соответственно, мы всегда считали, у кого меньше 25%, он не имеет права принимать решения на собрании. Поэтому его, как правило, перерегистрировали предприятия так, что он лишался собственности. Поэтому, как такового фондового рынка нет. Эти фондовые биржи, которые себя называют, это немножко другое. Кроме того, фондовый рынок, вы можете только когда участвуете и контролируете ее. Вот на Западе он есть, потому что там работает биржа, там понятно, как акции продаются, понятно, как проходит оценка, государство сильно этот рынок контролирует, а в нашей стране я его не вижу. Торгуйте лучше недвижимостью. Да, я слушаю вопрос. Алло, здравствуйте. Ирина, предприниматель из Киева. Это я с вами говорю? Да, да, я слушаю вас. Очень большое, во-первых, спасибо за ваши передачи, за ваше шоу. Раза два или три прослушала в машине вашу книгу, подсадила на вас несколько человек. Но у меня есть впечатление негативное о минимум двух передачах, которые вы мне там не понравились. Я прошу прощения, Геннадий Петрович. Значит, вот была передача с Александром Пацхавером, и вчера была с Александрой Кужель. В принципе, достаточно грамотные экономисты. И как бы я считаю, что они тоже имеют какой-то опыт и имеют право на свое мнение. Очень хотелось бы, чтобы вы позволили таким людям дать и заясниться в эфире. Допустим, я совершенно четко понимаю, что у вас, скорее всего, будет какая-то аргументация, какое-то свое мнение. Но вы не дали вообще людям сказать, высказать вообще никаких соображений. Хотя, в общем-то, возможно, там была какая-то рациональная идея. Я бы хотела попросить вас, если можно, если это входит в формат вашего шоу, людям... Давайте выскажите. ...не политиканам... Понимаете, в чем дело? ...так формироваться. Да. Понимаете, в чем дело? Когда я слушаю, вот, Пасхавер, хороший экономист, наверное, советского времени. Его уважают во власти, его часто слушают, он выступает много. Он говорит абсолютно правильные вещи. Но то, что я пытаюсь донести, и то же самое Кужель. Вот если ее послушать, люди воспринимают это как абсолютно правильно. Например, она говорит такую вещь, говорит, надо спасать легкую промышленность. Ну, я что, против спасать легкую промышленность? Но я тут же возражаю, это невозможно. И привожу пример Китая, сегодняшняя передача посвящена Китаю. И, к сожалению, я просто не могу слушать эту демагогию, когда нам нужно спасать. Нам не нужно ничего спасать, нам не нужно ничего регулировать. А они все равно, они сторонники того, что государство что-то должно регулировать. Государство как-то должно помогать. И вот это они сеют, и самое главное, они сеют тень сомнения. И вот когда я их спрашиваю, ну хорошо, ладно, 5-10 вам нравится, не нравится, меня мало интересует. Я проповедую 5-10. Ваша система какая? Что вы предлагаете? И вот тут вот тот же самый пасхавер еще 10 лет назад, когда я к нему обращался. Я говорю, вы мне обоснуете самую лучшую систему для Украины в той ситуации, которая сложилась в стране. Вот они все отвечают одно и то же. Надо подумать, это сложный вопрос, это так просто не решишь и так далее. То же самое Александра Кужин. С одной стороны, она даже говорила о том, что ей нравится система 5-10. Это правильная система. На крымском телевидении, я сам видел, как она выступала с этим после того, как послушала меня. Она прощупала ситуацию. Но люди не понимают 5-10. Поэтому она оставила ее в стороне и надо говорить на то, что люди поддерживают. И вот этот популизм политиков, когда они, понимаете, что они с вами делают? Они слушают внимательно вас, что вы хотите слышать. Вы хотите защищать товаропроизводителя? Она будет вам говорить про защиту товаропроизводителя. Вы хотите, чтобы были рабочие места? Она будет говорить про защиту рабочих мест. И все время они говорят о том, что вы хотите слышать. Но дело в том, что 95% населения вообще ничего не понимают. То есть они понимают мантры красивых слов. И вот эти мантры красивых слов я не хочу даже слышать. Поэтому на сегодняшний день принято решение, вот есть 5-10, понятная, четкая система, никто ее не оспорил, оспорить не может. Почему? Потому что она простая и правильная. Почему 5-10? Потому что этого хватит для государства. Не от того, что государство сейчас тратит. Государство сейчас тратит лишние деньги на программы вице-премьеров, на собственные забаганки, на какие-то свои помощи, на постоянное строительство чего-то того, что оно хочет, того, что оно хочет чиновник. Или не хочет ему так выгодно. А чтобы оно не тратило, надо лишить этого. Поэтому вот у нас сейчас когда-то была перестройка, а нам сейчас надо идти путем освобождения и расчистки. И вот этому освобождению и расчистки, к сожалению, мешают люди, которые кажутся опытными экономистами. Кто вам сказал, что они опытные экономисты? Александра Кужин работала бухгалтером на каком-то заводе запорожском. Но она всю жизнь так и считает, как бухгалтер. Все посчитать, все поделать. Я работал всю жизнь предпринимателем. Я знаю, как зарабатывать деньги. Я создавал предприятия. И они процветали. Более того, я их из грязи поднимал, из переходов. То есть то, чего не было. Они этого не способны даже понять. Потому что им самое главное посчитать. Вот вы вдумайтесь. Александр Кужин говорит примерно так. Я за 5-10. Мне нравится твоя система. Но сейчас мы рассматриваем 18%. Вопрос. Почему оппозиция, вся оппозиция, вообще не говорит о налогах? Где законопроекты об отмене налога на добавленную стоимость? Где законопроекты о какой-то хотя бы системе? Я все время в фейсбуке переписываюсь очень много. И у меня как от зубов теперь отскакивает. У меня простой вопрос. Хоть один из вас скажет, за что Кужин, за что я ценю, за что свобода в системе налогообложения, чтобы прекратить нищету. Вот что они предлагают? И выясняется, ни один из них ничего не предлагает. Они говорят только то, что вы хотите слышать. Конечно, когда вы хотите слышать какие-то слова о защите вашего предприятия, то это будет хорошо. Я выбрал ситуацию говорить правду. И в своей передаче, которую пока мне разрешают вести, я не дам заниматься демалогией. Если Александра Кужин, и она меня сейчас слышит, или там завтра услышит, хочет прийти в передачу, она может прийти в передачу, и я клянусь, я полчаса промолчу, но я хочу услышать один ответ. Что надо сделать, чтобы в страну, в Украину, поехали деньги и богатые люди? Что надо сделать, чтобы здесь, на нашей территории, не в Швейцарии, не на Кипре, не где-то в Китае крутились деньги, а чтобы они не крутились у нас? И пусть они отвечают полчаса на этот вопрос, и вы увидите, они ничего не ответят, потому что концепции в их голове нету, не было и, наверное, не будет, потому что это другие люди. Вы думайте, там нет предпринимателей, там нет людей, которые зарабатывали деньги с нуля буквально, с асфальта. Я себя называю предпринимателем с асфальта, и почему моя книга нравится людям? Потому что я написал реалии, а они вам рассказывают мантры, какие-то мантры, которые вы хотите слышать. И, конечно, я могу производить впечатление, и, кстати, из 100 эфиров, если мы два завалили, ничего страшного. Люди не услышали эти мантры и не запутались окончательно. Повторяйте все, как очень нас, 5-10, тогда вас не запутать. Ни 6-7 будут и такое, ни 3-2, 5-10, тогда мы хотя бы что-то запомним. Это скорее политико-психологическое давление на власть, чтобы они тоже уразумели и во все буквари повставляли 5-10, чтобы не могли жульничать, дергаться в сторону, потому что мы все утонем в спорах, то с Александром Кужель, то с Пасхавером, которые будут говорить очень простую манту. Ну, это же сложно, это надо посчитать. А что же вы до сих пор не посчитали? Сядь и посчитай, расскажи людям, что надо делать, каким надо быть, куда надо двинуться. Но кроме таких общих слов они ничего говорить не могут. Да, я слушаю, звону. Алло. Да, алло. Алло. Да. Алло. Алло, алло, слушаю. Добрый вечер, Геннадий. Харьков беспокоит, Виталий Самойленко. Я полностью с вами согласен полностью и... И у меня есть к вам два предложения. Продолжение первое. Вот сейчас я смотрю, у вас сзади за вами два экрана. Там мелькают какие-то пирамиды, какие-то циферки, какие-то тексты, которые не воспринимаются. Да. А вы на них выведите те картинки, которые мне, те таближки, которые показывали Кужель, с тем, чтобы они действовали на наши мозги, как 25-й кадр. Спасибо, конечно. Но это не мой канал. Подождите, это не мой канал, я не могу рекламу политическую. Это просто когда вопрос идет, я говорю о своих мыслях. Вот вы все время говорите... Пожалуйста, регистрируйтесь на Фейсбуке. А у меня... Алло. Сейчас, нет, я закончу мысль. Второе предложение. Цифра 5-10, конечно, хорошо для привлечения капиталов. Да. А вы теперь заполнили, мне кажется, что ваша формула превратить в форму 5-10 плюс 1-3-5-7. Ну вот, видите, как все сложно. Я почему... 1, это максимальный процент, под который нас банк должен давать кредиты. 3 процента, это максимальный процент по депозитам. И тогда 7 процентов, максимальный процент по кредитам. Да. С банковской системой еще круче. Продумано в системе 5-10, я вам немножко расскажу. Потому что, когда мы говорим об открытии границ, это значит, мы открываем границы и банковской, и мировой системе. Здесь совершенно спокойно и выгодно откроются иностранные банки и будут нормально выдавать деньги в работающую экономику. Какой процент они установят, я не берусь за это. И устанавливать что-то коммерческим банкам, я бы тоже не брался. Единственное, за что бы я взялся бы, очень сократил бы уставной фонд. Потому что банков должно быть много, они должны соревноваться между собой. И люди, соответственно, выбирая банк, смогли бы лучше разбираться в этом. На сегодняшний день, к сожалению, государство делает все, чтобы у нас было меньше банков. Они считают, так они управляемы. Желательно для них вообще оставить три банка и ими управлять полностью. Но вот я сторонник очень жесткой конкуренции, чтобы эти банки становились все с лучшими и лучшими предложениями. Потому что, когда ограниченное количество банков, они запутывают население и пользуются своим монопольным положением на рынке. И, соответственно, стягивают деньги. Вот сейчас посыпался банк Таврика, 27% годовых он давал. Мы говорили о том в передаче, что начнут сыпаться банки. Вот первый банк пошел, менеджеры банка говорят, сбежали за рубеж. И, наверное, вкладчики уже ничего не получат. Это маленький банк, поэтому осторожнее с банками. Вот такая банковская система должна быть. Она должна быть открыта. Должно быть свободное хождение валюты. Тогда вы не будете терять деньги постоянно на обмене валюты. У нас должно произойти очень много новаций, которые позволят людям быть максимально свободными. Максимально убрать разрешительную систему. Вы не должны идти в какой-нибудь государственный орган и спрашивать разрешение на вашу законную деятельность. Если она соответствует законам, то, пожалуйста, действуйте, но вы отвечаете по закону. Там все описано, как и что делать. Если вы нарушили, будете платить штрафы. А идти спрашивать разрешение, вот это дозвельная система. У нас все чиновники торгуют дозвелами. Вот этой подписью. Дозвел, дозвел. Есть у вас дозвел? Это уже слышать невозможно. И, соответственно, это тоже самое губит какую-либо активность предпринимательскую. Я слушаю звонок. Алло. Да, алло. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Геннадий Викторович, добрый день. Здравствуйте. Там такая штука. Вот немножко ошибок тут есть. Значит, смотрите. ВВП состоит из товаров и услуг. Да. Услуги. Там плата за свет. А там нет 4-5 перепродаж. За телефон, за телевизор, за кабельное, за интернет. Там нет этих услуг. Теперь про Китай. В Китае, вы сказали, 200 долларов получают и нормально живут. А у нас, вы говорите, 200 долларов получают. Это не нищина, не нищета. Ну, дело в том, что там 200 долларов получают 500 миллионов. А остальной миллиард получают по 15 долларов. И что? А вы как-то неправильно к нашему народу. Мы получаем. Ну, и потом про Китай. Вы извините. Во-первых, там коммунистическая система. Она развалится, может быть, скоро. А я вам говорю, что быть как китайцы? Я вам говорю, что мы как китайцы не сможем быть. Я говорю, что если развивать производство... Развивайте. На чем вы не развиваете? Мы развиваем. А какое у вас производство? Давайте я вас прошу, какое у вас производство? Не, у меня нет производства. Я говорю, в Украине. Ну, вот так вот мы все развиваем. Я вот это ищу людей с производством. Я знаю, что у Васадзе есть производство. Там разбирают автомобили, здесь их собирают. У нас Богдан собирается. Это тоже производство. Откуда там они? Из Кореи завозят сюда материалы. Мотор обычной машины Усудзи. А здесь собирают, сваривают кузов. Есть у нас такое производство. Александр Кужер говорил о том, что у нас есть легкая промышленность и замечательные ткачихи. Я верю, что у нас есть замечательные ткачихи, портные. Они могут пришивать одну штанину к другой штанине. Да. Если им дать довальческое сырье, если дать станок, если дать зарплату, если все дать ей. То она, наверное, это сошьет. Но это не легкая промышленность. Что легкая промышленность, это целая индустрия. Это и мода, это и фэшн, это и показы мод, это и покупка глобальная. Это огромные бутики, которые это все скупают. Не знаю, какими даже количествами. То есть люди должны понять. Мы часто в производство вкладываем. Ржавый завод, это типа производства. И мы там выпускаем уже 40 лет трубы. Я был в Кременчуге, там мне сказали, у нас великолепное производство есть. Кременчугский завод этих, кразов. Так он уже 60 лет эти кразы выпускает. Самая тяжелая, самая отвратительная, самая ужасная машина грузовая в мире и самая затратная. Я им задаю простой вопрос, куда вы ее продаете? Они говорят в Африку. Это единственная страна, которая покупает наши кразы. Потому что им нефть некуда девать. На самом деле производство, это миф о спасении производства Украины. Производство не спасти. Пациент умер. Не я в нем виноват. И сельское хозяйство точно так. Мы его не поднимем, потому что плохое земледелие, плохая погода. И вы поговорите с самими селянами, они вам тоже скажут, да, мы тут все можем вырастить. Мы можем поднять великий урожай. У нас такие гроши нема. А грошей нема, когда им дают гроши, у них тогда пального нема. А пального нема, потом им обязательно надо урожай не соберут. Или хранить, или сбывать некуда. То есть всегда они натыкаются на какие-то проблемы. И как не было у нас сельского хозяйства, так и нет. Да, у нас будут появляться крупные фермерские хозяйства. Они будут вытеснять селян вообще с производства. Потому что крупное сельское хозяйство, оно фактически забирает на себя все производство. Но людей там работает мало. А у нас в сельском хозяйстве слишком много. То же самое в производстве. Да, у нас сегодня мы как сырьевой придаток третьих стран. У нас поставки, руды идут в основном теперь уже в Китай. Потому что там это все потребляют, переделывают новые заводы, это все делают. Поэтому обязательно всегда задавайте себе простой вопрос. И когда вам кто-то говорит о производстве, вы ему задайте, а ты где работаешь? Вот спросите у своих соседей, знакомых, друзей, ты где работаешь? Что ты выпускаешь? Я вот ищу, спрашиваю. И вы знаете, мне еще ни один не ответил, что он что-то вразумительное выпускает. Просто нету, ничего нету. И поэтому слушать политиков, которые говорят о спасении отечественного товаропроизводства, это бред. Я не могу себе это позволить, потому что я хочу реально ввести эту систему 5 действий. Я понимаю, что простота этой системы, именно она даст только почву. И предоставит огромные возможности нашим гражданам зарабатывать. Да даже не всем гражданам, а новому поколению, которое поймет, схватится и начнет просто пахать. Но самое главное его освободить от этого бюрократа. Сегодня на чем бюрократ сидит? На таможне и в налоговой. Там он дает свои дозвелы, а еще в администрациях. Там, где они пишут свои дозвелы, там, где не считают, там, где не принимают решения, как тратить наши бюджетные деньги. И вот в этом-то проблема. Поэтому всегда помните о том, что если вы хотите стать страной 21 века, то выбирайте тенденцию 21 века. На чем развиваются богатые страны? На абсолютной свободе предпринимательской деятельности. Они развиваются на инновации. Но если вы не втянете деньги на территорию Украины, а нам именно эту задачу мы ставим, втянуть деньги на территорию Украины. Потому что как вытягивать деньги из этой страны, знают профессионалы, которые сейчас и в прошлом правительстве были. Они уже 20 лет отсюда тянут. Уже руки болят, что Кучма не тянул, что прошлый президент не тянул. То есть все они фактически занимаются одними. Вытягиваем отсюда денег. Где сейчас Леонид Данилович Кучма? Где-нибудь на Сардинии, в своем доме. Дом в Лондоне. То есть ему все хорошо устроился. Внук в Вашингтоне учится. Все у него теперь хорошо. И он же говорил, что он будет поднимать производство, что он производственник. Дайте мне чертежи страны. Новой. Я вам ее построю. Вот он построил то, что построил. Мы тогда говорили, только никто не слушал, что эта система работать не будет. Она губительна для страны. Сюда не идут деньги, потому что правило очень простое. Либо в вас вкладывают деньги, либо нет. Сегодня в Украине невыгодно работать по всем параметрам. Климат, видим погоду. Люди не готовы работать, вообще ничего не знают, ничего не умеют. Огромное количество чиновников, бюджетников, которые фактически являются подспорьем партии власти. Потому что они на них ставят голосование. Потому что это же люди, это все голоса. Это все управляемая армия голосов. Но этой армии они платят сегодня 200-300 долларов. Я все время говорю обидные слова по поводу нищеты. Но люди должны знать, что 200-300 долларов это нищета. Вы нищий человек, если вы получаете 200-300 долларов. Не надо сравнивать себя с китайцами. Китайцы нищие люди, у них другие нормы жизни. У них полмиллиарда населения вообще в селе сидят и за чашку риса готовы работать сутками. Поэтому не надо себя скитать. Мы не китайцы. Мы европейская страна, которая хочет стать супердержавой. Супердержавой экономической. Нам не надо этой армии безумной, которая нас не охраняет. Нам надо построить новые системы взаимоотношений. Но то же самое в бизнесе. Кто занимается бизнесом, знает. Когда вы делаете какую-то инновацию, что-то новое создаете, то тогда только вы получаете успех и признание других людей. Потому что вы тогда получаете некую короткую монополию. Пусть на неделю, пусть на месяц или на год. И тогда вы получаете возможность. И мы можем это получить. Потому что я уверен, как только Украина внедрит у себя 5-10 этот принцип, то все страны вынуждены будут переходить на эту систему, освобождать свои народы. Потому что в Европе тоже от налогов стонут обычные люди. Да, я слушаю. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Алексей Кувачук-Ужворот. Как вы смотрите насчет человеческого фактора? Вот я к чему. Смотрите. От телевизора отойдите. В Польше президентом стал слесарь Лех Валенца. В Чехии Вацлав Габел. Ну, известно, что они сделали. И все пошло как по маслу. Ну, может быть, не как по маслу. Но у нас номенклатурная, партийная осталась та же, что было когда-то. Если не партийная, то ковсомольские кадры. И они до сих пор еще... Они же не знают этой... Экономики вот этой. Да, они не знают, действительно. Спасибо, Розунок. Вы возле телевизора все время стоите. Очень трудно здесь в студии слушать. Да, вот действительно, что интересно, что я когда начинал свою предпринимательскую деятельность, я открывал торговлю в переходах. И параллельно со мной меня даже называли тогда мэром подземного города. Потому что весь город потух, у него не было электричества, там все падало, там власть не могла справиться. Знаменитый завод ЮНЗ, который возглавлял Кучма на то время, тоже угасал потихоньку. А в это время у меня цвели переходы. Что происходило? И даже называли мэром подземного города. Почему? Потому что я подошел по-другому. Мне хватало фанеры, мне хватало инновационных решений для того, чтобы организовать торговлю лучше, чем государственная торговля. Но кто пришел к власти потом? Мы говорили только что олигархи, которые получили хорошие остатки, это самые послушные, самые, может быть, бездарные и самые боящиеся люди, которые были на то время. То есть их фактически ставили на какую-то должность. Появлялись пацаны, которые в 25 лет председателями наблюдательных советов банков становились, а эти банки вдруг начинали получать государственные субсидии и помощь всего. К ним загоняли заводы и фабрики. Так происходило в Днепропетровске, Харькове. Везде на откуп от того же самого Леонида Даниловича получили области сами губернаторы. То есть губернаторы сами распределяли эти все ресурсы, участвовали в приватизационных процессах. И, конечно же, эта мощная номенклатурная часть, она в конце концов разбогатела. А мы знаем, что если у вас много денег, вы имеете много влияния и на каналы, вы можете создать политическую партию свою, и вы можете уже претендовать на все. Потому что политика очень дорого стоит. И, соответственно, сегодня, да и вчера у нас не поменялось ничего, потому что номенклатура или околономенклатурная тусовка становилась властью. И действительно, они никогда не были нацелены на то, чтобы зарабатывать деньги. Они их просто с нуля не зарабатывали. Они как-то так наделились капиталами по факту своей должности. Потому что мы видим бывших директоров нефтеперерабатывающих заводов, которые вдруг стали миллиардерами. Там бывших директоров заводов, которые в результате удачной приватизации стали владельцами этого завода. То есть мы видим, что номенклатура так получила свои капиталы. И сегодня она, конечно же, попала в кризис. Мы говорили о том, что мы сейчас доживаем до ситуации, когда олигархическая система приходит в упадок. Потому что сегодня уже после мирового кризиса нельзя просто тянуть из бюджета деньги, не зарабатывая туда ничего. Сейчас фактически, я не знаю, президент должен взяться и сказать, все, я денег заработал, я прекращаю этот беспредел в стране. Больше из бюджета тянуть никто не будет. Мы вводим простую систему 5-10. Мы даем всем возможность все равные. И такая система начнет работать, если он начнет давать по рукам за любое лазание. Ну и, конечно же, Саакашвили провел блестящую реформу кадровую. Он просто всех, кто старше 40, выгнал с правительственных должностей. Там никого не осталось. В правительстве старой номенклатуры, там пришли молодые люди со знанием английского языка, с другим менталитетом. Они пришли делать свою страну. Им установили огромные зарплаты. Не знаю, там 10-20 тысяч долларов, по-моему, в месяц им установили какие-то фонды зарплаты. И они, конечно же, не посягали что-нибудь тянуть. Но на сегодняшний день, когда человек занимает какой-то пост огромный, и мы знаем, что у него еще есть подконтрольные банки, подконтрольные предприятия, то, конечно же, мы уже понимаем, что он будет работать в эту сторону. Поэтому это уже президентское дело, а у него есть влияние на все кадры. Он может создавать любую комиссию. Он может назначать кого угодно. Вы же помните, когда мы вспоминаем этого знаменитого Лазаренко, который у нас стал символом, так сказать, коррупционности, мы должны помнить, что его назначил впервые на должность Кравчук. И прекрасно знал, что это за человек. Потому что он еще председателем колхоза привлекался за хищение в своем колхозе. Но, тем не менее, он сделал прекрасную карьеру в областном комитете партии, а потом и в областном совете и был назначен смотрящим, так сказать. Когда пришел Кучма, его вначале сняли. Но Кучма почему-то его тоже опять восстановил. Потому что, наверное, какая-то связка и интерес возникал. А потом этот же самый Кучма сделал его премьер-министром. А потом уже начал объявлять его злодеем. Но взял вице-премьером его подругу Тимошенко. И назначил ее вице-премьером. Когда тот уже сидел с панамским паспортом в американской тюрьме. Вы же видите, это все делают президенты. И они все время делают так, что назначают каких-то не тех людей. Еще раз говорю, любого президента характеризует свита, которую он назначил. Я вспоминаю всегда Наполеона, который, если ему надо было войну выигрывать, побеждать, то он назначал молодых классных генералов с амбициями, которые водили его армию. Если у нас цель совершенно другая, выкачивать отсюда ресурсы, продавать ее где-то, и прятать потом, бегать по кирпским банкам свои деньги, или в Лихтерштейне, или в Монако, и покупать за рубежом ограничения, то, наверное, профессионалы действуют абсолютно правильно. То тогда это профессиональная работа, если это цель. Если наша цель, чтобы в страну потекли деньги, то у нас совершенно другие задачи должны стать, и другие люди осуществлять. Конечно же, Азаров знает только, как копать. Но он не знает, как зарабатывать деньги. Он их никогда не зарабатывал. Он всегда был где-то там бюджетный комитет, потом налоговая служба, потом вот премьер-министр. Ну что он? Что он знает, как заработать деньги? Нет, не знает? Ну и, конечно же, вот мы таких людей имеем сейчас в руководстве. Да, мы не справились с номенклатурной революцией. Да, я слушаю звонок. Алло? Да. Да. Алло, я слушаю. Да, хочу вам сказать, что Украина производит. Да, скажи. И почему вы не нашли того, кто бы вам это сказал? Не знаю, ищу. Дело в том, что по продаже оружия Украина четвертое место в мире занимает. Ну, если это оружие, то для африканских стран. Это скорее сырье для африканских стран, потому что когда мы говорим об оружии, то американцы производят оружие высокоточное, которое беспилотные самолеты, великолепные эсминцы, винтовка, которая номер один в мире. А мы продолжаем собирать автомат Калашникова и пистолет Макаров. Но мы их собираем уже 50 лет. И этот хлам мы поставляем, конечно же, американцы у нас его не покупают. Может, там любители есть, коллекционеры. Европа у нас его не покупает. У нас его покупают африканские вожди в огромном количестве. Мы вооружили весь арабский мир. Ну, вот кольчугу Кучма продал кому-то, Ираку, по-моему, три кольчуги продал. В общем, у нас смешное вооружение, как и смешная армия. И, конечно, может кто-то гордится выпуском этого безобразия, но это все смешное. И даже та же самая ракетная промышленность, которая так, ой, ракеты, мы тут запускаем, мы в первой мере в космосе. Но выясняется, что, оказывается, американский спутник летает 15 лет, а русский спутник 5 лет. Вот вам и разница всего лишь в три раза. Я уже не говорю о стоимости его. Да, я слушаю, алло. Да, алло. Алло. Да. Это я? Да, наверное. Добрый вечер, Геннадий. Это Ярослав с Киева. Вот очень смеялся насчет Азаров, умеет копать. Значит, вопрос такой. Вы говорили о книгах, которые нужно читать. Вот Киосаки, я почитал вашу книгу. Честно говоря, Киосаки довольно примитивный. Там мало чего. Ну, уже давно написано. Просто такой посыл, что надо что-то делать, и что другой взгляд на вещи у богатых людей. Да, почитайте Тома Питерса «Фанки бизнес», хотя это 2002 года книги. Фанки я тоже читал. Что они до сих пор хорошие. А вот я сейчас увлекся, я стараюсь читать, физика будущего немножко открывает глаза на новые технологии. И ты понимаешь, что многие вещи, которые сейчас для нас привычные, они просто не будут в мире существовать, они не нужны. Но так как исчез уже практически аналоговый телефон, мобильный телефон, вы и дома пользуетесь, на работе и везде, и это произошло в очень короткий срок. И многие вещи появляются у нас, которые, вот YouTube, например, он будет убивать телевидение полностью, потому что все рано или поздно перейдут в YouTube. Да, я вас еще слушаю. Алло. Ирадий? Да. Это я? Значит, есть ли можно какой-то список книг буквально? Список, пожалуйста, ко мне на Facebook, регистрируйтесь. Я там и списки книг даю, и списки фильмов, которые я люблю смотреть, и которые я считаю, что продвигают очень сильно. И где смотреть на YouTube интересные передачи. Вот даже мы сейчас вот с YouTube поставим у меня на Facebook вот про Китай, тот, что вы сюжет-то видели, чтобы вы осознали глубину реформ, которые происходят во всем мире. И что фактически многие страны выпадают из этого, из этой системы. И там вот этот рассказы про Китай, вы увидите не только то, что Китай дешево делает за 200-300 долларов в рабочем, условно говоря, в числе не биороботах. Но китайцы некоторые уже перешли к тому, что они продают, вот они сайт там сделали, который фактически сравнивается по опту. Во всяком случае, он гораздо круче, чем eBay. И вы можете уже в интернет заходить, и если знаете хорошо английский, они и английский осваивают. То есть мы видим, что Китай 21 века будет очень сильно и быстро модернизироваться. И уровень жизни там будет расти. И, наверное, будет меняться зарплата, потому что сейчас они поняли, что нужно, вот как американцы, они озабочены, чтобы люди больше получали. Почему? Потому что люди, когда больше получают, больше производится, экономика хорошо работает. И китайцы сейчас этим озаботились. Многие страны пришли к выводу, что богатое население делает богатое правительство, в всяком случае уважаемое правительство. И сегодня мы тоже желательно, чтобы нацелились не на обогащение отдельных людей, которые у власти, а на обогащение массы людей. Потому что вот как в забеге батальона, да, все надо мерить по последнему солдату. И у нас сегодня надо мерить по последнему солдату, и зарплата самая низкая должна быть не меньше тысячи долларов, чтобы чувствовать себя человеком в этом мире. Многие люди даже не осознают, что такое тысяча долларов на семью или на вас лично, которые вы можете купить. Качественный белок, более-менее качественную одежду. Да, алло. Отлично. Который у нас есть качественный белок, более-менее качественную одежду. Алло. Да. Алло. Отлично. Алло. Следующий. Алло, давай. Да. Да, я слышу. Слышно меня? Я слышу вас. Геннадий. Да. Геннадий? Да. Это Игорь Киев. Скажите, вот если... Я так думаю, что уже есть определенное количество людей, которые поддерживают вашу идею. И скажите, какой вы видите до президента, вы сами понимаете, достучаться вряд ли. Тем более президент, который сейчас есть. Скажите, какой механизм реализации внедрения ваших идей вы видите? То есть путем выборов. Если выборов, то под какими знаменами вы ходите? То есть каким образом можно вас поддержать вообще? У меня помощница сегодня великолепную фразу выдала. Я даже ее в блог вставил, там, кусочек статьи. Она сказала, если люди что-то захотят, они это сделают. Проблема в том, что люди этого не хотят. Вот вы видите, тут пасхавер приходит, кужель приходит. Я всех политиков уже перебрали с разных фракций. Вы видите, что они не хотят. Они не просто даже не хотят. Они не хотят даже разобраться. Они не хотят ставить цель. Они хотят находиться в каком-то пространстве, когда они говорят обо всем и ни о чем. И не берут на себя никаких обязательств. Все демократы, все идут в Европу. Вы посмотрите, и партия власти, и все остальные фракции. И Свобода в Европу идет, и Яценюк в Европу идет. Только они какие-то разные все. Как будто бы от разных мам, но идут в одно направление. То есть мы видим, что эти люди явно пришли не что-то сделать для страны, а что-то взять. Поэтому я сегодня больше ругаю оппозицию не потому, что мне нравится власть. Власть, она как обычно, как и при Кучме, так и сейчас, они просто брали из бюджета, дербанили эти деньги. И об этом, знаете, как подглядывать за улочную скважину. Даже неинтересно. А вот оппозиция не вырабатывает никакого решения вообще. И законопроекты, и та борьба, которая ведется в парламенте, она бессмысленна. Она бессмысленна с точки зрения эволюции. Какой кнопкой голосовать, какой рукой голосовать, блокировать парламент, а ради чего? Вот ради чего все это делается? Всегда говорю, что ну представьте себе, осуществится их великая мечта. Луценко выпустят, Тимошенко выпустят, кого там еще. В общем, примут все их законы. Вы как были нищими, так и останетесь. Более того, мы поменяем президента Януковича на Яценюка или на Кличко, или на Тягнебока. Вы понимаете, что они вам даже ничего не обещают. Вот во всяком случае, как перестать быть нищими? Потому что у них общие фразы. И этими общими фразами они легко отчитаются. И вот эту демагогию вы должны научиться разоблачать. Когда человек занимается демагогией, это значит, нет у него конечной точки. Ты за что борешься? Ты вообще что хочешь? Когда ты станешь у власти. Вот помните, я в передаче часто задаю вопросы, Кушин задавал этот вопрос. Говорю, вот вы попали на прием к президенту. Он вас спрашивает, я не знаю, что делать. Скажи, что делать. И они не могут ответить на этот вопрос. Они начинают растекаться мысль по древу. Они требуют каких-то себе полномочий. Но они не говорят, если бы меня принял президент, я бы сказал, я хочу 5-10 сделать. Хоть через колено, хоть как, но надо делать 5-10. Потому что это единственный путь освобождения. Кстати, это путь спасения самого Януковича и его семьи. Потому что если он это не сделает, то, мягко говоря, вместо Януковича придет другой. И он будет что-то делать с ним уже. Потому что это будет популярно среди народа, им нужна будет жертва. Эту жертву найдут, конечно же. Эта жертва может быть и среди олигархов начнут искать их капиталы. Вот сейчас жертва у нас Тимошенко. Хотя, мягко говоря, но во всех их областях были такие, как Тимошенко. Что Щербани не такие же самые. Или не такие же самые в других областях. Или Ярославский тот же самый, Примасельском не то же самое, что и эти. Это все одинаково, как от одной мамы, от Кучмы, от Кравчука вышли люди, которые делали то же самое. И при Ющенко творили то же самое. То есть это все время одно и то же при этой системе. Я говорю, вы назначите меня в этой системе, я тоже буду воровать на НДС и грабить на Кнафтогаз. Они все это делают. Так если такая система не меняет систему, у вас нет другого варианта, вы соучастник этой системы. И мы, получается, все соучастники этой системы. Этой системы фактически всеобщей лжи, всеобщего обмана. Если вы хотите изменений, вообще выбросьте эту систему и насаживайте жестко правильную систему. Вот как поступил в Сингапуре. Он принял решение безналоговое государство и все, он его построил. Потому что все остальное он прекратил. И все остальное прекратилось. И тогда страна начала идти в рост. Потому что безналоговое государство делает богатыми граждан. Они не бегают за каждым, кто сколько заработал. Он безналоговый работает, никому ничего не должен. И при наших 5-10, это будет моральный принцип. Платить государству 5% с продаж и 10% социального налога, я имею в виду, с заработной платы, с доходов из лица. Вот это очень простая система. Реставрировать вот это, то, что сейчас есть, одну страницу переписать и заменить в налоговом кодексе, это не решает вопрос. Это вот такая книга, налоговый кодекс, в котором сами налоговики на сегодняшний день разобраться не могут. НДС реформировать нельзя. Хотя 19%, 15%, 13,5%, хоть 2%. Это воровство. Чистое воровство из бюджета денег. По-моему, в 2005 году был рекорд установлен, когда с приходом Ющенко возврат НДСа превысил его поступление. Вот задумайтесь над этим, как это все происходит. А НДС платите все вы в аптеке, в магазине по 20% приходите и платите. А вот кому вы их платите? Никогда не задумывались. И вот, чтобы это изменить, нам надо серьезную реформу делать, а не покращение, да, или как, полипшение. Покращение, да. Да, я слушаю звонок. Добрый вечер, Геннадий. Добрый вечер. Я из Киева. Меня зовут Татьяна. Меня очень волнует вопрос маркетинговых компаний. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы имели возможность что-то менять в нашем государстве, как бы вы поступили с маркетинговыми компаниями? Ведь их в Украине работают более 200. Если им платят, я не знаю. И знаю, что многие из них работают нелегально. И очень хотелось бы знать ваше мнение, все-таки, как легализовать этот бизнес. Это консультационные услуги по маркетингу. Я бы так сказал. Я думаю, что он вполне легализован. Другое дело, что маркетинговые услуги, наверное, часто используют, в том числе, и для отмывки денег. То есть это естественно, когда есть какая-то возможность перечислить на непонятную компанию, назвать это непонятным словом маркетинг, то, конечно же, это используется в такой запутанной системе. То есть системе 5.10 какая-нибудь разница. Она называется маркетинговая или еще какая-то. Ей платят деньги, она, значит, платит 5% в налог. Все. Все отношения вообще государству не должно вмешиваться. Как там, что называется. Это никого не касается. Произошла оплата за какой-то товар, потому что возникает такое понятие, как товар. И неважно, что под этим товаром. Если товар переходит из одних в руки, другие, происходит оплата. Платится 5% налог с продаж. Вот и все. Вся вот система должна работать очень просто, очень понятно, чтобы было понятно любому ребенку. Вот я даже в Фейсбуке постоянно пишу вот эти вот страшные слова. 5.10 не понимает. Либо тупой, либо казнократ. И вот когда вы начинаете там агитировать, если вам понравилась эта идея, и вы начинаете серьезно разбираться, другим людям рассказывайте, помните, что вот этой системе сопротивляется либо тупой, либо казнократ. Тут уже нет. Казнократам это невыгодно, конечно же, потому что 90-80% из них потеряют свои доходы. У нас ведь страна решал. Когда 5-10 убивает всю систему решения в нашей стране. Решал не надо. Дозвольная система не нужна. Не надо нам решать вопрос на законную деятельность. И тогда становится немножко все понятнее, и быстрее будет двигаться, быстрее работать. Да? Алло. В начале передачи я сказал, что на Кипре офшор, типичный офшор для нерезидентов. То есть только для иностранных компаний, которые проводят операции за пределами Кипра. Для своих граждан у них обычная европейская система с НДС и прочими налогами. Я для Украины предлагаю 5-10, в которой нет вот только 2 налога. Все. Это не офшор. Вот. Вот это надо понять. Потому что, вот видите, во многих терминах надо разбираться. А, к сожалению, наши политики на сегодняшний день не разъясняют людям очень много вещей. Они их скорее запутывают. И когда они их запутывают, люди не в состоянии разобраться. Естественно, вот нравится политик, да? И вот его слушают, он там губами шевелит. Я вот часто использую такой метод. Человек послушает, он говорит, ну как хороший умный человек. Вот как он выступает классно. Вот Яценюк, например, он же здорово выступает. А ответьте себе на вопрос, а за что он выступает? Кроме выпустить Тимошенко. Вот за что? Вот вы сейчас слушаете меня и задумаетесь, за что выступает Яценюк. Только не общие фразы. За демократизацию, потому что я тоже за демократизацию. И Янукович за демократизацию, и Тегныбок за демократизацию. За усиление контроля за чиновниками мы тоже все. Но вот за что? Какая модель государства предлагается этими лжеполитиками? Потому что это лжеполитики, имея даже высокий рейдинг, не в состоянии использовать. И задайте себе следующий вопрос. Гитлер, когда сел в тюрьму, он написал «Майн камф». Он очень выгодно использовал это освободившееся время. Он написал книгу, вокруг которой объединял потом людей, рассказывая про свою судьбу. А что написал о Тимошенко в тюрьме? А что написал Луценко в тюрьме? Почему нет идей? Где их идеи? Ведь у них огромное количество времени. Кроме пустых заявлений оттуда, что пенициарная служба их обижает, что их мучают. Ничего. Где эти великолепные книги? Где эти великолепные шедевры, которые выходят из тюрьмы? Ведь это способ рекламировать свои собственные идеи, сидя в тюрьме. Но они этого не делают. И причина здесь одна. Там ничего никогда и не было. Зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин